Всем привет! Я не теряю надежды попасть на море в этом году, поэтому начала готовиться заранее. Каждый год у меня всегда все идет по одному сценарию. Я внезапно покупаю путевку, я внезапно начинаю собираться. Чего-то не хватает. В этом году я решила, что такого не будет, надо все заранее купить. И пляжную одежду в том числе. Вот сейчас буду показывать вам платье. Я покажу вам солнцезащитные очки, которые я в прошлый раз не заказала. Наверное, просто их не было в доступе, поэтому... И это очки Беатрис. Вот сейчас они у меня в руках. И у меня будет 4 платья. Одно из них вот это пляжное. Это прошлогодняя коллекция, и еще оно было в бирюзовом цвете, и оно сейчас в разделе распродажи. Я его именно оттуда выдернула. У меня в размере XS, и я не понимала, насколько оно прозрачное. Я спросила несколько человек. Кто-то говорит, что ничего не видно, кто-то говорит, что все просвечивает, и оно сильно умнется. Ну, понятно, оно вискозное, и никуда от этого не денешься. Но на самом деле по городу в нем, конечно, ходить будет, может быть, некомфортно в таком жеваном виде. Но вот это курсирование между отелем и пляжем абсолютно нормально смотрится, помятое платье, потому что на пляже вещи все. Или в сумке, или там, не знаю, висят, и все равно. Ну, на это, в общем, на такую помятость никто не обращает внимания. 100% вискоза в составе этого платья. Оно невероятно приятное, нежное. Я именно красное хотела, хотя бирюзовое тоже красивое, но бирюзовое будет намного больше просвечивать. Купальник, например, здесь не там. Я бы и бирюзовое купила на самом деле, и мне еще надо было понимать, можно ли вот так, например, вечером выйти, не оголять плечи. Я не люблю вообще вот такие вот вещи. Не люблю, хотя все остальные платья, которые у меня здесь есть, они ровно такие. И не знаю, почему я чувствую себя какой-то полуголой, и мне некомфортно. Ну, это мое личное ощущение, поэтому я хотела узнать, будет ли нормально вот так. В размере XS ненормально. Мне немножко поджимает подмышки, и, ну, как бы некомфортно. Еще для пляжного платья для меня важен вот этот как раз момент. Закрытое плечо и чуть-чуть удлиненный рукав. Вообще, я бы вот такой даже рукав хотела, потому что одно дело, ты идешь на пляж, и ты еще не был на солнце, а когда ты уже належался на солнце, и идешь обратно, если это дорога по солнцу, то и так уже все здесь напряжено от воздействия солнечных лучей. Хочется прикрыть. И не хочется на себя надевать там пареу или еще что-то, а хочется вот прям такое платье, чтобы оно закрывало самые обжигаемые места на теле, это плечи и вот эту часть рук. Так что вот это платье, в принципе, нормально подходит. Дочь сказала, коротковато, но на самом деле до пляжа оно совершенно не коротковато. И вы знаете, у нас еще есть такой момент, что мы рано просыпаемся на отдыхе, и в 7 утра мы уже завтракаем и идем на море, потому что это самое благоприятное время с утра, когда солнце не такое активное, когда оно не в зените. Это с 7 до 11, где-то с полвосьмого до 11 мы находимся на пляже, и мы не заходим после завтрака переодеться в номер. Не всегда в отелях это в одном месте, приходится ходить, терять время. Чтобы времени терять, мы идем на завтрак сразу в какой-то приличной одежде, в которой мы затем передвигаемся на пляж. То есть здесь не может быть каких-то прозрачных накидочек, когда ты идешь, чтобы на купальник накинул, здесь видно весь купальник. В таком мы не ходим. Поэтому как раз вот это платье закрывает эту потребность. Единственное, что я бы, конечно, хотела в размере S. Я не могу сказать, что здесь, видите, вот подмышечная впадина вот, а рука все-таки не так, чтобы в нее врезается. Но я бы, конечно, заказала S. Я проверю, сейчас еще помониторю немножко склад, посмотрю. Может быть, будет S, и я теперь закажу на S, чтобы чуть-чуть более комфортно было вот в этом месте. Когда опускаешь рукава, нужно вот так предназначено носить, вообще никаких проблем, и размер XS мне хорошо. Оно оверсайз немножко. В общем, платье зачетное. Ну и давайте я вам покажу сейчас. Ну и, кстати, нижнее белье вы не видите, да? Я думаю, может, какие-то только контуры. У меня бежевый верх, и внизу тоже такие немножко розоватое белье, но не видно. Так, ну и очки. Как раз вышло сейчас солнышко. Очки у нас с защитой от разных UV-лучей. UV-400, категория 3. А, ну здесь все одно и то же линзы. То есть они с защитой. Что еще про них сказать? Размер у них единый. Приходит огромный плюс в том, что они приходят сразу в чехле. Не нужно отдельно покупать, тратить деньги. Сами очки приходят вот в такой защитной штуке. Еще и на дужки. Есть мешочек, как и на всех остальных, чтобы не царапали за очки изнутри дужки. В общем, в кучу мешочков все это запаковано. И очки мне дочери понравились. Следующее. Следующее платье, оно опять такого же типа, только размер S. Начиная с этого у меня идут платья в размере S. Так, модель BW-210. Артикул, если конкретно размер S, 93-00-73. 100% хлопок. И изготовлена в Ивановской области. Я всегда, когда вижу, что изготовлена в Ивановской области, я радуюсь, потому что это отечественный производитель. И я знаю, что эта фабрика давно уже работает. Фаберлик ее открыл. Но почему-то мы все время видим вещи производства Китая. И тут, наконец-то, Иванова это очень даже радует. Не может не радовать. Платье тоже немножко объемное. Мне даже кажется, короче, чем было красное. Вот чего мне не хватает, это кармашков в этом платье. Можно было бы в шовчик какие-нибудь самые простые вставить. Объемные очень рукава. Ну и здесь мне очень комфортно. Вот так, не полностью открывая плечи и не полностью их закрывая. Хотя можно и так. Резинка, кстати, не давит. Я вот этого терпеть не могу, когда начинают чуть-чуть поддавливать. Мне хочется сразу же снять вещь. Здесь тоже на рукавах резиночка. И тоже она комфортная. Рукав заходит за локоть. Но удобно носить, когда он вот так фонариком. И очки. Вот, кстати, очки, которые я заказала повторно. Потому что я тогда все сдала. Мне что-то ничего не понравилось. Но потом пересмотрела ваши комментарии и оставила себе. Ну, как оставила. Перезаказала очки Леона. Артикул 600. Ровно 780. Давайте я их еще раз сейчас примерю. Я их, кстати, не мерила. Те-то я примерила для вас. А эти получила и так и не перемеряла. Ну, точно так же сидят отлично. Лучше, чем предыдущие. Они сидят не по форме лица, а именно вот по носу. Они совершенно никуда не съезжают. Ну, и давайте. Видно, нет. Сейчас будет. Сандалики-то я вам покажу. На ноге это черные. Заказывали для дочери в 38-м размере. И дочь что-то забарковала. Поэтому я в черных летом ходить не люблю. И не знаю, оставить, не оставить их себе. Но подумаю. Я вам покажу, какие есть косички. Они меня немножко смутили. Поэтому, еще и поэтому не знаю, оставлять их или нет. Платья. Вот я такие леопардовые расцветки не очень люблю. Но знаю, что все нужно мерить. Потому что много раз такое было. Приходишь в магазин, начинаешь что-то выбирать. И тебе говорят, а примерьте вот это. Ты говоришь, нет, я это не ношу. Они говорят, да примерьте. Просто посмотрите. Ты примеряешь и понимаешь, что все, что выбрала ты, не подходит. А то, что тебе показали, предложили, ты надеваешь и тебе нравится. И вот как раз, чтобы проверить, а вдруг понравится, я заказала это платье. Ну, жду ваших оценок. Мне на самом деле нравится. Я думаю, может быть, можно даже в нем в городе ходить. Потому что, ну, не такая уж и короткая длина, мне кажется, да. Чтобы, ну, чего-то стесняться, что ли. Так, сейчас на мне еще одно платье с открытыми плечами. Так, принт сафари называется. Тоже размеры, стопроцентный хлопок. Мне кажется, что длина как будто бы чуть покороче, да, чем у того платья. Здесь мне, ну, я опять же, да, взяла посмотреть, как это будет смотреться. Но для людей, мне кажется, с широким плечевым поясом, вот это вот будет лишнее. Ну, или это нужно прям спускать для того, чтобы все это уравновешивалось. Конечно, его нужно так носить, оно и подлиннее сразу становится. Но, опять же, вот это не мой вариант. Ну, кстати, смотрите, да, движение руками никуда не сползает. Резинка хорошая. Ткань я бы сравнила с бязью. Вот, бывает, купишь бязь, и пока не постираешь, она немножко жестковатая. Вот ткань такая же, даже, мне кажется, пахнет так же. Вот прям нашим российским чем-то пахнет. Вот, тоже кармашков здесь не хватает самых простых. Мне понравился принт. Я жду такое же платье, которое с открытой спиной, и вот спереди. Не знаю, как это называется. В общем, жду в такой же расцветке, только другую модель. Оно ушло в автозаказ. Еще одно платье ушло в автозаказ. Тоже не помню, какое. В общем, я заказала все, что более-менее мне понравилось. И пришло пока только это. Так, ну и последнее платье с открытыми плечами. В цвете шафран, размер S, стопроцентный хлопок. Артикул 93.00.91. Это артикул модели. Ну, я думаю, что вы легко найдете их в каталоге в разделе мода, потому что они там выходят одними из самых первых, и легко их найдете. Это по аналогии с предыдущим в цвете сафари, только в цвете шафран. Я вспомнила, что я жду еще вот такое платье с рукавами, как у первого, с фонариками, и потому что, ну, мне такая модель все же нравится больше. Тоже без карманов. Тоже такая разлетая. Ну, вот, кстати, как вариант, чтобы ходить с пляжа на пляж, тоже подходит, потому что плечи и верхнюю часть руки можно будет закрыть при палящем солнце. Ну, а не при палящем, приспустить, и даже вечером можно выйти, потому что там жара неимоверная, и какие-то вот у нас в каталоге очень много длинных юбок. Ну, это только на фотосессию, потому что в таких длинных юбках там ходить совершенно невозможно, хочется наоборот вообще все время ходить в купальнике, потому что жарко, и поэтому вещи с длинные в пол я даже экспериментировать не буду заказывать, а такие коротенькие платьишко, чтобы все поддувало, разлеталось, вот это самое то. Теперь я вам покажу босоножки. Первое, что хочу показать, это звук. Вот сейчас максимально сделайте тишину и послушайте. Слышите, как сдувается воздух? В общем, я просто показала вам, да, что это слышно. И еще вот сейчас я, можно сказать, не сильно наступала на них, но когда я дошла в них по квартире до другой комнаты, это прям было слышно. Имейте это в виду просто-напросто. Приходят они вот в такой упаковке. На упаковке написан размер 38. Вот это модель, которая не относится к размеру. Которая к размеру относится, это 88-62-51. У нас 38 размер, заказывали для дочери. И давайте я уберу и будем рассматривать. Ну, я вам сказала, да, что я нашла здесь определенные косячки. И это вот такой клей. Ну, не знаю, будет он хорошо отдираться или нет. Но, по крайней мере, вот он есть и никуда от него не денешься. Вот здесь маленькая подушечка. Есть углубление для ноги. У меня 39 размер, но мне они почему-то нормальные. Я не могу сказать, что я чувствую, что они мне малы. Может быть, вы сейчас увидели, что у меня они не по размеру. Можете написать. Но я, по крайней мере, могла бы в них ходить. Так, ну, вот этот стык здесь сшит внахлёст. На этом нахлёста нет. То есть, ну, определенные косячки есть. Конечно, они незначительные, незначимые какие-то, да, в целом. Ну, вот я их нашла. Они очень плотно сидят на ноге, никуда не слетят. Нога вообще очень плотно здесь сидит. Она не вихляет никоим образом. То есть, они удобные. В них, мне кажется, будет удобно ходить на какие-то большие расстояния. Вряд ли они натрут. Хотя от натирания, кстати, у нас есть карандаш. Я делала обзор у себя на странице ВКонтакте. Можете зайти посмотреть. Там видео с этим карандашиком. Очень удобная штука. Не натирают совершенно обувь. Никакая. Даже с тонкими ремешками. Ну, а здесь, посмотрите, вы, чтобы надеть эти босоножки, их нужно расстегнуть. Вот это место, где заканчивается липучка, очень тоненькая. Не знаю, на самом деле, прочное ли это. Мне кажется, сюда можно было бы что-то пристрочить. Еще и потому, что когда мы расстегиваем, приходится преодолевать вот эту вот пришитую липучку. И это не очень удобно. Вот. То есть, быстро их тоже не наденешь. Затем, мне не хватило этой длины липучки. Соответственно, у меня, я ее приклеила. И у меня вот здесь осталась незакрытая часть. Она со временем может набрать пыль. Ну, это вот из таких моментов уже чисто в носке будут проявляться. И вот еще один косячок тоже, который меня смутил и не понравился. Ну, здесь я не буду лучше ничего отковыривать, да, потому что я, скорее всего, их верну. Дочери, дочь не хочет в них ходить. Ну, а я в черном не люблю. Есть у меня одни черные босоножки, и мне, наверное, будет достаточно. Они не такие удобные. Они на каблуке. Эти, конечно, очень удобные. В них видели, да, моя широченная нога. Прекрасно себя чувствует. Нигде ничего не давит. Они мягкие. Ну, кожзам кто-то говорит, что похож очень на кожу. Ну, может быть, чуть бы блеска была поменьше. И действительно было бы похоже на кожу. Вот так, не знаю, для чего-то тут еще есть дырочки. Как будто сланцы, да, чтобы вода протекала через них. Но нет, это не сланцы. Так, ну, здесь тоже все приклеено. И вот так это все выглядит. Ну, и давайте платье поближе глянем. Резиночку с одной и с другой стороны. Вот это, кстати, шафрановое платье. Самое мягкое из всех. И я сейчас примерила. Дочери показала. Она сказала, вот это платье мне, пожалуйста, оставь. Так что шафрановое платье остается с нами. Что у нас здесь? Рекомендации по стирке, пожалуйста. Машинная стирка предусмотрена. Потому что это хлопок. Хлопок. Ну, давайте покажу. Вот, смотрите, да, немножко тут прям видно плетение ниток у него. Ну, это платье самое мягкое. Мне реально оно прям больше всех понравилось. Ну, это аналогичное. Все точно так же пошито. Ярлык Фаберлик. Кстати, просто, да, без всякой информации. Зачем тратили на него деньги? Могли бы просто без него сделать. Ну, и здесь уже ткань пожестче. Кстати, посмотрите, как выполнена подгибка. Не просто, да, подвернули, а еще зачем-то сделали. Здесь, кстати, точно так же. Вот внутри оверлок. Ну, и еще одно. Давайте это тоже посмотрим. Вот это мне показалось самым жестким. Хотя на ощупь они вот эти два примерно одинаковых. Я думаю, что после стирки это все уйдет. Потому что они такие, как будто бы слегка накрахмаленные. Так, здесь тоже просто резиночка. И подгибка тем же способом. Обещала еще очки показать. Давайте их разглядим. Здесь не сразу. Здесь просто металлические или пластиковые золотистые клепочки. Оправа вот здесь имеет стык. Внизу тоже. Очки очень легкие. Очень качественно выполнены. Душки пластиковые, светлые. Ну, и изнутри ничего особенного. Нигде на дужках никаких надписей нет. Никаких надписей нет на самих линзах. Это все пластик. Ну, и вторые. Мы их уже близко смотрели. Но посмотрим еще раз. Давайте красиво положим. Здесь оправа пестренькая. По размеру. По размеру. Верхние шире. И больше. Еще уголочки у них уходят. Эти более квадратные. Даже трапециевидные формы. Душки в виде цепочек. Это тоже пластик. Не знаю, долго ли продержится вообще. Но я на самом деле и не жду от этих очков какой-то носкости длительной. Планирую их вообще носить, может быть, только на пляже. Или даже на фотосессии надеть. Потому что в обычной жизни я ношу очки с поляризацией. Потому что я езжу на машине. И поляризация очень хорошо снимает блики от мокрого асфальта. Солнечных бликов на мокром асфальте. Снег хорошо тоже приглушает. Поэтому эти очки как раз вот там, где мне не нужно ездить за рулем. А просто находиться, походить в них. Ну и стекла здесь с небольшим градиентом. Сверху чуть темнее, снизу посветлее. Мне кажется, это видно. А может и нет. Мне кажется, есть небольшой градиент. Так же, как и здесь. Ну, по очкам не знаю, вот эти оставлять или нет. Все-таки сидят они немножко неудобно. Из-за того, что слегка съезжают. Вот эти не съезжают. И мне в них чуть-чуть больше комфорта. Давайте уже и это платье с вами разглядим вблизи. Я думаю, прям видно сейчас в кадре, насколько мягкая, струящаяся, нежная ткань. Очень-очень приятная к телу. Ну, вискоза это, конечно, что тут говорить. Самая, мне кажется, комфортная. Она ведь еще и летом как будто прохладу даже какую-то дает. Потому что у хлопка вот этого, такой функции нет. Такого свойства. Вискозка дает какую-то определенную прохладу. Это я вам показываю резинку на рукавчике. Это резинка на горловине. И поэтому, да, из-за того, что оно должно носиться вот в таком виде, да, не на плечо, здесь совершенно небольшая пройма. И из-за этого вот эксцесс мне как будто бы поджимает немножко. Что у нас по рекомендациям? Так, стирать при 30 градусах. Я бы еще положила эту вещь в мешок для стирки. Теперь смотрите, темные цвета стирать отдельно. Я бы вообще вот это стирала только с красным. Потому что возможно окрашивание других тканей. Это здесь не написано, но возможно. Видите, избегать длительного замачивания, значит краситель может оставлять это платье. Оставаться в воде. Поэтому, девочки, стирайте очень быстро в холодной воде. И лучше отдельно. Так, что-то тут заклеено. Какая-то важная информация. Каким-то кругляшочком. Ввиду характерных особенностей материала изделия, возможно его скатывание в шарики. При скатывании не следует тянуть и отрывать скатавшиеся шарики, а удалить их при помощи небольших ножниц, либо приспособление для удаления катышков. А, то есть закатываться может. Я сомневаюсь, что такая ткань закатается. Это не водолазки трикотажные. Но почему-то об этом предупреждают. Я сомневаюсь, конечно, что это закатается. Вот такая ткань. Так, ну и все. Вот это, собственно, шов, которым пришит валан. Ткань абсолютно не тянущаяся. Ну, вот и все. Буду рада прочитать ваше мнение в комментариях обо всем сегодня увиденных. Что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, вы уже что-то приобретали. Может быть, вы уже что-то постирали. И можете рассказать, что произошло после стирки. Или, может быть, вы уже съездили в отпуск в этом платье. Расскажите, как вы поносили эту одежду уже. Или обувь, например. Или очки. В общем, делитесь своими мнениями. Нам будет всем очень интересно почитать. Ну, а я на этом заканчиваю свое видео. Была рада вас видеть на просмотрах. Кто хочет 20% скидку на любую вещь из увиденных, пожалуйста, проходите по ссылке под этим видео. Вам еще и на второй заказ. Будет скидка 500 рублей. То есть, вы купите платье. Вот оно сейчас в каталоге стоит, по-моему, там, тысячу. Не соврать бы сейчас, проверю. Например, вы захотели купить платье. Вот такое. Оно стоит 1699 рублей. Вы делаете первый заказ. Регистрируетесь. Делаете первый заказ. До 26 июня оплачиваете. А с 27 июня компания Фаберлик вам дает 500 рублей. И вы заказываете еще одно понравившееся платье. Или босоножки. Что-то еще на сумму от 1500 рублей. И всего лишь заплатите 800 рублей за свой заказ. Потому что спишется скидка. Спишется 500 рублей. И вы уже на второй заказ потратите гораздо меньше, чем на первый. Вот так будет выгодно вам купить. И при том, что в магазинах летняя одежда стоит каких-то неимоверных тысяч. Денег неимоверных тысяч от трех. А здесь 1699. Еще и вот такие вот скидочные предложения для вас. Поэтому успевайте. Да, кстати. Вот я думала принт такой же. Он оказывается другой. Не совпадая. Здесь еще есть зеленый цвет. Вот такое платье жду. И жду, по всей видимости, даже не шафрановое, а терракотовое. Вот такое. Я жду, девочки. Все, я напутала. Так что ждем, когда придут эти два платья. И буду их тоже снимать. На этом точно все. Покупайте с выгодой. Покупайте у российского производителя. Поддерживайте российскую экономику. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok